Друзья, всем привет! С вами снова я, Алена. Вы на моем канале с психологом-нутрициологом Аленой. И сегодня в нашей теме прямого эфира это синдром поликистозных яичников, как это проявляется, как это мешает девушкам, как это является сильным стимулом к тому, чтобы человек либо двигался в жизни, либо отставал, застревал и концентрировался не до успехи. Давайте с вами посмотрим, как выглядит обычно женщина с синдромом поликистозных яичников. Обычно это женщина полная, либо достаточно больших объемов. Обычно это женщина, которая часто стремится достигать, совершенствоваться, двигаться, создавать, продвигаться и идти вперед. Постоянно идти вперед и нести на себе огромный пласт, груз ответственности, который она сама взвалила на себя. Но другой момент это следование своей цели, намеренно преследование той цели, которую вы перед собой ставите. И эта цель может быть совершенно разной, различной, на каждом этапе она своя. Но именно женщины с поликистозными яичниками чаще всего очень сильно требовательны к себе и к окружающим. И именно эта требовательность заставляет их бесконечно создавать, создавать и двигаться. Иногда это лидеры, которые носят такую юбку в штаны. Я называю это так. Поликистозные яичники обычно это работа гипоталамо-гипофизарной надпочечниковой системы. И женщины чаще всего находящиеся в постоянном стрессе. Стресс как извне, так и созданный внутренний, нестабильный инсулин, скачущая глюкоза, постоянный стресс, как я сказала, и желание изменить мир, не меняя себя, часто присуще данной категории женщин. Как с этим работать, как себе помогать, как выходить из этого состояния. Первое это нормализовать свой сон, тайм-менеджмент, стресс, улучшить циркадные ритмы, ложиться вовремя спать, как хотите. Также очень важно проработать симптомы ПМС, также важно давать бесконечно много магния, бесконечно много у каждого индивидуально. Также важно отказаться от перекусов, от фруктозы, от того, что делает нестабильный сахар крови. Также важно поработать над кишечником. Как бы мы с вами ни крутили, ни вертели, но именно там чаще всего происходит вот эта история, связанная с гормональными циклами. И если там какая-то дисфункция, то уже очень сложно нормализовать всю систему. Именно поэтому важно работать целиком над телом и над состоянием. Ко мне в практику приходят женщины, которые имеют достаточно много гормональных нарушений. Бывают с миомами, с поликистозом, с другими нарушениями гормональными. И мы работаем с телом, с головой и также с образом жизни. Потому что...